Всем здрасте! Сегодня планирую варить гречневый эль. Что-то на просторах нашей страны, и не только нашей страны, гречневого эля не найдешь. А очень хочется попробовать. С легкой руки инквизиторов сказали, что очень вкусно. Будем варить. Посмотрим, что получится. Вот, приготовил гречечку килограмм, солод. Что у нас по талмуду? А по талмуду у нас пилснера 5 килограмм, карамельного светлого килограммчик и гречки килограммчик. Ну где-то получается процентов 15 у нас будет не соложенки. Дрожжи наши любимые, Гервин GV12. Хмель буду использовать, мозаик для горечи за час до конца кипячения. И сладок будет у нас для запаха. Горечь планируется 15-16 IBU. Обычно у нас будет схема с двумя отварочками. С 45 начнем, ну и с 75 закончен. В принципе тут все ясно. Все, варим 80 минут, охлаждаем, засеваем. Смешиваем всю нашу гречку сразу с солодом. Будет пиво мутное, но вкусное. Гречка отдает, хорошо так отдает. Я с гречечку прожарил немножечко, пропек минут 15, наверное, в духовочке. Она такой аромат дала. Но вот так как солод не очень хороший, вместо кислотной паузы, аскорбиночки, 45 градусов, начинаем засыпать нашу гречку. Ну что я хочу сказать. Гречка несет очень хорошо, перебивает солод основной. Оставлю, наверное, на маленьком огне. Объем большой, как раз за 20 минут оно до 52 поднимется. Солод мальти-юроповский, конечно. Что хочешь, можно найти. И солому, и ветки, и семечки там валяются. Все, 52, отставляем. И сразу же отварочку забираем. 20 минут прошло, поднимаем до 65, отварочкой. 64 градусов, градус не дотянул. Ну что, 10 минут осахаривания и опять отварка. Гречкой все больше и больше начинает пахнуть. Чем выше температура, больше гречка и начинает пахнуть. Так, все, 40 минут. Прошло, поднимаем. 72 градуса, нормально. 15 минут прошло, йодную пробу. Ах. Не, изменяет. Коричневый становится какой-то. Ух, черный стал. Пускай еще постоит минут 10. alyada. Правая, хоро. Ах. Ах. Ух, 한 кололик. Ах. Ах. Ух. 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 Какое мутное сусло, что за говно этот соло от Малькью Роб, капец, белое. И вот это вот осахаренное сусло, это что-то, вот это вот муть, осахаренное сусло, уже держал блин, жесть, вот и так раз пять уже снимал, еще будет и будет. Наш мозаик пошел первый, 10 грамм мозаика. 15 минут до конца, вносим наш последний смель сладок и сразу же чилля. Все, через 15 минут на охлаждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и все, наша гречка готова, идет на брожение. Конечная плотность 12%. Ну, пока батя занимается своей пивоварней, я буду дезинфицировать бутылки и бак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все вместе, чтоб одним кадром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я ж там нормально-то сказал. Ну, еще раз скажи. Ты издеваешься. Ну, пока батя занимается своей дезинфекцией. А, с меня смеялся, да, когда не получается? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я запутываюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, пока батя занимается своей пивоварней, я занимаюсь дезинфекцией. В бутылке я налил спирт, а в бак перекись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот наш праймер гречневый закипает уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, праймер у нас остыл. Сейчас сольем спирт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И меняем их листы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, через часик можно будет переливать. Так. Ну а разлив по бутылкам требует особого мастерства. Поэтому все-таки не доверил я. Сынульке будет помогать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все. Наша гречка практически готова. Цвет очень приятный. Темно. Такой янтарный. Красивый запах. Замечательный. Такая нотка гречки идет. Суперски. Мне очень понравилось. Классный рецепт. Но. Посмотрим дегустацию. Потому что вкус может измениться. Ну что. Наконец-то наша гречка созрела. Полторы недели просидела в погребе. И наконец мы ее будем дегустировать. А помогать мне будет мой напарник Игорь. Дегустировать я всегда готов. Ха-ха-ха. Оценим вкус, цвет и запах данного напитка. Че долго разговаривать. Начнем. Хорош. Понял. Хорош. Понял? Ха-ха. Ну, заценим Цвет красивый Мед Жидкий мед, да Хмель, чистый хмель Идет Гречки вообще не чувствуется Не чувствуется вообще Много разговаривать А? Оно? О, гречка пошла Вот, нотки пошли Да, на послевкусие пошли нотки гречки Горечь небольшая Чуть-чуть там Долька горечи образовывается В самом конце В самом конце И Нотка гречки идет Слабенькая-слабенькая Вот, если закарбонизировать Гречневым медом Я думаю, там вообще Такая бомба получится Ну, очень вкусно Классное пиво получилось Обалденное Виктор, вы думаете Под что-то можно еще Что можно с гречником пивом Что лучше пойдет Сыр Под гречневое Под гречневое пиво пойдет еще гречневое пиво Ха-ха-ха-ха Я думаю, оно самодостаточно Отлично идет Вкус очень классный Сбалансированный Полный Солодовый Прямо солодом обволакивает Наполненный такой вкус Нету вообще пустых ноток Просто вот Очень самодостаточное пиво Сначала идет хмель Хмелем пахнет Вкус чисто солодовый Наполненный Вкусный такой И послевкусие идет Горчинка И нотка гречки Ну, очень классное пиво Ха-ха-ха-ха Я смотрю, ты не пьешь Ха-ха-ха-ха Я смакую Замечательно Замечательно Нежные такие ароматические нотки Нету никаких резких Очень-очень мягкие сбалансированные нотки Очень хорошо пахнет Замечательный вкус Полный Гречка Гречка Ну, из всех, что пробовали Я на второе место поставил, честно На второе место? Да, пшеница на первом Пшеница на первом Пшеница на первом Да, да, конечно Не забываем Тот, кто попробовал Пайс не бил Больше не перейдет Не на какое-то другое пиво Ха-ха-ха Да Как минимум 20 человек уже точно Ха-ха-ха Ай, ты посмотри Какая красота Это что-то Это что-то натуральное Это такое натуральное, что Кто бы мог подумать, что Может такая пена быть От настоящего продукта Ха-ха-ха Да И никакой химии Ну, извини Ничего-ничего Ну что, друзья Классный вариант Рекомендую К производству Так что Пейте хорошее пиво Радуйтесь жизни Не изменяйте природе Ха-ха-ха Варите с нами Варите лучше нас Подписывайтесь на наш канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok